С нового года вступают в силу законы, касающиеся взаимоотношений сотрудников и работодателей. Например, компании полностью переходят на введение электронных трудовых книжек. При этом те, у кого они есть в бумажном варианте, могут их сохранить, но электронное тоже будет. Существенные изменения коснутся удаленной работы. Как рассказывают эксперты в Трудовом кодексе, и раньше была глава, которая регулировала отношения работодателя и дистанционных сотрудников, но она не пользовалась популярностью. Пандемия и самоизоляция потребовали серьезных законодательных изменений этой сферы. Внесли обязанность работодателя обеспечивать техническими средствами работника, потому что до этого тоже не понимали, должен ли я работать с собственным компьютером, или мне работодатель должен ее предоставлять. Сейчас должен сделать работодатель. Лишний раз закрепили права работника на отпуск, на соблюдение иных трудовых прав. Но и важный момент, что искорректировали увольнение работника. Сейчас мы знаем, например, что можно уволить за прогул, если работник не появляется на рабочем месте, 4 и более часов отсутствует. А с дистанционной работой это не подходит. И установили новую норму, что если работник не выходит на связь с работодателем более двух суток, то это основание для увольнения. В этом году автомобилистам прекратят выдавать знак «Инвалид». Сведения о таких автомобилях будут вносить в федеральный реестр, а для получения бесплатной парковки людям с ограниченными возможностями здоровья или их представителям необходимо будет подать заявление в пенсионный фонд о внесении машины в этот реестр. Это можно сделать через портал Госуслуг или в МФЦ. Еще одно нововведение для водителей с 2021 года изменится состав аптечки. Прозрачнее станет работа такси, говорят эксперты. Например, сами таксисты должны будут сразу сообщать пассажирам о стоимости поездки, а пассажир может сам определить, по какому маршруту ехать к месту назначения. Агрегаторы с этого января обязаны хранить на сервере данные о заказах не менее шести месяцев. Это необходимая вещь. Первое, для защиты прав потребителей. Второе, на фоне возможных терактов. Хранение истории заказов позволяет отслеживать перемещение преступников. Изменения затрагивают и сферу общепита, кафе и ресторанам. Теперь запрещается автоматически включать чаевые в счет. Нужно заручиться согласием клиента. Неприятно, когда в меню цена X, кушаешь, потом на выходе получаешь счет, а в счете еще за обслуживание включены деньги. И много споров могло быть по этому поводу. Не все хотят тратить нервы, и, соответственно, не все были готовы спорить и просить выключить сумму, могли молча заплатить. Конечно, есть те, кто с этим не был согласен. Но закон теперь прямо эти вещи запрещает, ставя точку в этом жирном вопросе. Также с января вступили в силу новые противопожарные правила. Изменилась система выплат по больничным. Все многоквартирные дома, которые построят или сдадут в эксплуатацию после 1 января этого года, будут оснащены умными приборами учета электрической энергии. Также с нового года в стране возобновилась практика начисления пений и штрафов за несвоевременную и неполную оплату коммунальных услуг и взносов за капремонт. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, Максим Гусев. События.